Слава Богу! Да, давайте похлопаем Господу. Великолепное слово и ободрение. Равиль вот вчера только был в другом городе сегодня. Слава Господу! Дорогой Иисус, благодарна Тебе за это время, это слово, это ободрение, Иисус. Благодарим Тебя за песни, которые мы пели, за слово, которое мы услышали. Благослови эту тоже небольшую мысль об ободрении и подготовке нашего сердца к основной части. Во имя Твое молимся и просим. Аминь. Итак, 1 Петра, 1 глава, давайте откроем с вами. 1 Петра, 1 глава. И прочитаем один из стихов. Итак, 8 стих. Которого невидевшие любите, и которого доселе не видя, но веруя в него, радуйтесь радостью неизреченную и прославленную. Аминь. И я также хотел немного засвидетельствовать нам всем в ободрении, то, что происходило вчера. Потому что и вы тоже были вместе с нами, как тело Христова, Духом Святым. И я записал некоторые мысли, коротких фрагментов. И думаю, что на дискуссии будет время, где каждый из вас может также засвидетельствовать, как вы это видели. Итак, такие маленькие детали, я увидел, что они имеют очень важное значение, если приглядеться к ним получше. И первое, это я назвал ее случайная не случайность. Когда я встретил Хазара, там в Финляндском вокзале выход и вход с разных сторон. И я тоже приехал на электричке, он совсем с другой стороны. Я выхожу, а Хазар шел домой. Он приехал из Петрозаводска то ли ночью, то ли утром. Утром приехал и, в общем-то, не собирался с нами ехать. И там, буквально, я так позже подумал, если 3-5 секунд, мы бы с ним разминулись. И Бог так сделал, что мы встретились, вот именно мой выход и его прохождение были эти в 3-5 секунд. И затем он сказал, да я тоже с вами поеду. Да, как здорово. Далее, второй фрагмент. Я вас догоню, да, пастор Алексей, он не успел, но догнал, догнал вовремя. Так что мы запланировали сначала сходить еще с прошлого раза в эту лодочную станцию. И потратили там час, познакомились. И задача была в этот раз познакомиться с людьми, запомнить имена. Там, на местах, где они работают, да, то есть поговорить. И там мы встретили Тимофея и Данилу. Они такие открытые. Один из них даже хотел довезти нас до нового кафе. И практически довел нас туда, чтобы мы у них покушали. И хорошие очень ребята. Мы подарили им календарик. Они были на своем рабочем месте. Далее, мы встретили также, познакомились с Верой в газетном ларьке. Прямо у этого вокзала. Как она нам сначала сказала путь, как пройти до этой лодочной станции. И в конце, когда мы уже шли, и радостные, и уставшие, я подошел к ней снова и сказал спасибо вам за то, что вы нам подсказали. И ее зовут Вера. Эти имена я называю для того, чтобы и молиться тоже за них. Далее, мы шли в нашу любимую уже, в нашу любимую карелочку. Но она была закрыта в том смысле, что там было какое-то мероприятие. И, ну что, здесь уже сразу кто-то сказал, по-моему, опять же, значит Господь что-то приготовил лучше. И пока мы шли, выбирали кафе, несколько раз звучало. А вон там грузинское кафе, а вон там грузинское. И это грузинское кафе Генацвали. И мы зашли, посмотрели на цены. Я подумал, по одному блюду можно осилить. И самое главное, мы тоже хотели познакомиться, почему мы зашли туда и не хотели уходить. Познакомиться с людьми, знать их имена. И там мы познакомились с Анжеликой. В этом кафе. И подарили ей также календарик. И другому также официанту зовут ее Анжелика. Здесь я еще не сказал, что... А ну позже. И затем, здорово, с нами также поехали Яна и Сергей. Как здорово. И вообще, когда мы ехали в вагоне, это было здорово. Это свидетельство. И вагоны были полупустыми, не как в прошлый раз. Кто-то даже сказал, оказывается, нужно выбирать такую облачную погоду. Немного людей, но и дождя нет. И мы заметили заинтересованные лица. Мы стали свидетельствовать друг друга, кто куда съездил. Сергей начал свидетельствовать о том, как и где он работал поваром. Это все интересные интории с христианскими комментариями. И вот, когда мы вышли из Геннадсвали, Яна сказала, пойдемте покормим голубей. И в этом был тоже свой удивительный плод. Они с Сергеем так кормили голубей, что вместо голубей захватили с собой Дмитрия. Здорово. Дело в том, что они кормили, и там был подросток. Он местный. Заинтересовался, подружился. И потом мы уже уходим оттуда, чтобы идти в крепость. И затем уходим и смотрим, он за нами идет. И стал нашим, так сказать, незапланированным, но стал нашим гидом. Или что-то экскурсоводом. И дошел до крепости вместе с нами. И дальше мы в крепость на этот раз попали по благодати. Уже не платя за билет. И это было также удивительное время, когда мы говорили о празднике в Иисусе. В таком удивительном празднике празднования юбилея. Это тоже было хорошее время, танцы, где раздавались эти календарики. Как здорово. И это всего лишь эти удивительные фрагменты, которые для нас имеют большое значение. И мы молимся за этих людей. Вы, безусловно, тоже как тело Христово были с нами. Я подумал о всех этих деталях, присмотревшись к ним на основе этого стиха, взяв его за предпосылку, 8 стих. «Которого не видевши любите». Как здорово. Это похоже на того исцеленного от слепоты из Иоанна 9 главы 2 стиха. Он был слепой, но прозрел. И это картина нашего спасения духовного вечного. Мы не видели его, но увидели, как этот незрячий, вернее исцеленный от слепоты человек. И затем это все совершается тем, или приводит к тому, что мы начинаем любить его, как и этот исцеленный человек. Вот почему, интересно, такой еще фрагмент Светланы, когда она пришла первая, и она уже сидела в вагоне. И когда мы зашли, она сказала, я уже испугалась, что я одна еду. Интересно. А отчего, да, не выходят из поезда, даже если одна? Потому что мы увидели, мы уже спасенные, и мы продолжаем любить, даже если что-то не выходит так, как нам хотелось бы. И затем мы сказали, нет, ну, Господь это все удивительным образом совершает. И далее здорово. И которого доселе не видя, но веруя в него, радуйтесь. Это время радости нашего освящения Словом Божьим. И также, когда вот в такие моменты, когда нам кажется, что-то происходит не так, или как в 6 стихе говорится, мы проходим недолгие скорби этого времени, но присовокупляем веру с услышанным Словом, которое освящает нас, и стоим Божьей силой непоколебимо, приняв Слово, от этого происходит радость. У каждого из вас, и как у нас в целом в Иисусе Христе, радуйтесь радостью неизреченную и преславную. И эта радость неизреченная, она действительно неестественная, я бы хотел сказать. Она совсем другого характера. Вот почему этот Дмитрий вдруг захотел и встал, и пошел с нами. Никто его не звал, но и не скажешь ему, ты не иди с нами, потому что ты подросток. Но мы просто начали дружить с ним. И затем он затерялся в толпе этого праздника, но он увидел эту радость неизреченную, но которую вы все увидели. И даже если происходят такие моменты, которые нам не нравятся, или скорби, радость продолжается, потому что освящение продолжается, и Бог совершает эту веру в освященное Слово. Аминь! А благослови вас Господь!